Хорошая кожаная куртка может сделать каждого мужчину просто восхитительным. Серьезно, я могу назвать три случая, когда я просто отдыхал с друзьями. Ко мне подходила женщина и шептала мне на ухо, я хочу тебя, давай убежим отсюда. В этих ситуациях было что-то общее, кроме меня самого, это кожаная куртка. Сегодня в видео, друзья, я раскрою вам 7 правил, которые надо знать, чтобы купить идеальную кожаную куртку. Первая причина, по которой парень хочет купить себе кожаную куртку, он хочет хорошо выглядеть. Кожа выглядит круто на мужчинах. Почему? Это такой материал, который считается очень мужественным. Да, были проведены тесты, спрашивали женщин. Их просили испробовать разные ткани, и когда они касались кожи, то она вызывала в них чувство силы и мужества. У этих курток характерные ассоциации. Это бунт. Бунтарь без причины. Джеймс Дин. Что на нем? Кожаная куртка. Если вспомнить асов и пилотов, что приходит на ум? Кожаная куртка. Если мы представим себе парня-путешественника, который открывает новые миры и цивилизации. Индиана Джонс. Кожаная куртка. Она появляется снова и снова, так что мы уже привыкли считать мужчин-авантюристов, бунтарей и парней себе на уме, что они носят кожаные куртки. Ну и, конечно, не стоит забывать практичность кожи. Она защищает первым делом от погодных условий, будь то ветер, снег, дождь. Кожа отлично защищает вас от всех этих погодных условий. Но давайте поговорим еще и о других видах защиты. Если взглянуть на историю тысячу лет назад, ее использовали в броне. Конечно, кожа не сможет остановить проникающий удар мечом. Но знаете, тогда были технологии, которые они использовали, чтобы укрепить свою броню. И она могла защитить от скользящего удара или даже от стрелы. И даже сегодня мы видим, как кожа используется в различных индустриях, чтобы защищать людей. Самое, наверное, популярное – это мотоциклисты. Ну, когда вы падаете на скорости 40-50 км в час, вы начинаете катиться кубарем и скользить по асфальту. И очень приятно иметь кожаную куртку, потому что она сможет защитить от царапин. Второе правило по покупке хорошей куртки – учитывать свой тип тела. Кто-то из нас худой, другой полный, кто-то высокий, кто-то низкий. И большинство – нечто среднее. Конечно, надо найти подходящий стиль и размер для своего типа тела. Так что, если вы низкий и худой, то вам надо найти такую куртку, которая была бы ближе к вашему телу и в целом имела укороченный дизайн. И вам повезло, потому что большинство кожаных курток сделаны так, чтобы не выходить за границы пояса. Некоторые, как вот эта на мне, пересекла ее на несколько сантиметров. И можно встретить более длинные куртки. Но их лучше избегать, потому что вам лучше искать себе короткую модель. И если вы худой, то лучше отказаться от полетных типов курток. Следует быть аккуратнее с этими куртками стиля авиатор. Вот эта на мне, она вообще не супер хорошо подходит для моего типа тела. В свою защиту скажу, что я купил ее 20 лет назад. Но если вы посмотрите на нее, то поймете, что она сделана для более широкого парня. Низким парням я советую придерживаться коротких курток и более облегающего стиля. Почему? Потому что это будет выглядеть пропорционально. Но если вы парень побольше, у вас есть немного веса и вы повыше, тогда вам лучше присмотреть куртки подлиннее. Такие у которых есть и немного пространства для движения. Почему? Потому что пропорционально. Это будет работать с вашей конституцией. Если я говорю о длинной куртке, то я не имею в виду дождевик. Я больше говорю об авиаторке или бомбере. И без этой резинки на поясе. Ваше следующее правило, знайте различные стили кожаных курток. Первый стиль. Это косуха. Это классический американский стиль, чаще всего черного цвета. Мы видели Марлона Брандо в такой фильме «Дикарь». И это классический стиль для тех, кто ездит на байке. Особенно Харли, Дэвидсон или что-то в этом роде. Главной характеристикой такой куртки будет высокая линия пояса. Это пояс, который будет находиться на талии. Обратите внимание на рукава. Что с этим всем? Когда вы едете на байке, то вам нужна свобода в движениях. И эта куртка их предоставляет. Она не будет путаться со штанами. Но она будет задираться повыше, но ремень будет держать ее на месте. И конечно обратите внимание на двойной слой. Он будет защищать вас от ветра. Чаще всего будет молния на боку. И когда ветер будет проникать под замок, то он не будет попадать прямо в вас. Потому что у вас есть второй слой, который будет защищать вас. Куртка на мне сейчас это не косуха. Это гоночная куртка. У нее больше европейский стиль. И скажу честно, мне она даже больше нравится. И такие мелкие детали. У нее, например, не будет опалетов. Она может застегиваться вот так вот. И такие очевидные вещи. Если посмотреть, то на ней нет ремня. А сам край куртки будет пониже. И если вы опустите рукава, то разница становится еще более заметной. Далее у нас идет бомбер и авиаторка. Я их совместил, но они вообще-то различные куртки. Но они сделаны специально для мужчин и женщин, которые летают на высоте и сделаны так, чтобы защитить их от погодных условий. Еще одна характерная деталь – это резинка на поясе и рукавах. Это чтобы защищать от ветра и изолировать. Еще на таких куртках можно встретить воротник. Часто белый, иногда и темного цвета. И обычно еще есть два больших кармана. Они для того, чтобы в них можно было положить инструменты или еще что-то, что могло бы пригодиться пилоту. Еще один распространенный стиль кожанок – это фатик. Она пришла к нам из армии. Классическая куртка обладала накладным карманом. Так что мы часто встретим четыре накладных кармана на кожаных куртках фатик дизайна. Но в целом это будет свободная куртка более длинного стиля и у нее не будет резинок на рукавах и поясе. Далее у нас дубленка. Это можно сказать кожаный блейзер. Можно ли такую куртку надеть на формальную встречу? Ответ – нет. Это очень кэжуал стиль. Но для многих ребят, особенно из Юго-Запада, они очень любят свои дубленки. В целом мне кажется, они выглядят прилично. Следующая модель – это плащ. Стоит ли обычному парню носить такой плащ? Ответ – скорее всего нет. Но зато у него есть долгая история, связанная с американским западом. Есть ковбои, которые пришли из Мексики в Техас. Они носили такие плащи, потому что они были очень простыми и отлично защищали от погодных условий, особенно если вы едете на коне неделями. Следующее правило очень критично. Покупайте себе куртку, которая сидит на вас по размеру. Потому что если вы не купите себе кожанку по размеру, то она никогда не будет вам по размеру. Ну, в теории можно попробовать подогнать куртку себе по размеру. Но вам потребуется человек, у которого есть подходящие для этого инструменты. А это довольно редко. И этот человек должен знать, как работать с кожаными куртками. А это еще реже. Так что ищите и покупайте только ту куртку, которая на вас хорошо сидит. Первым делом надо надеть куртку. Она должна хорошо сидеть в плечах. Вы должны свободно двигать руками, когда она застегнута. И вот очень важное замечание. Учитывайте, что кожа будет под вас подстраиваться немного. Так что она может ощущаться сначала очень тесно, но учитывайте, что со временем это около сотни раз ее надеть, чтобы она начала принимать вашу форму. Следующее правило при покупке куртки вам надо разбираться в коже. Давайте разберем виды кожи и кожу от разных животных. Есть плотная, легкая кожа и замша. Да, есть и другие виды, но эти чаще всего встречаются. Если вам говорят «плотная кожа», то это означает верхний слой кожи. Если это то, что вы ищите, то это отличный выбор. Зачем может понадобиться легкая кожа, если это та же плотная кожа, только у которой сняли верхний слой при шлифовке? Зачем кому-то отшлифованная кожа? Дело в том, что она после такой обработки становится очень мягкой. Ее легче окрасить в другие цвета или придать блеска. Давайте теперь поговорим, что такое замша. Замшу делают из нижнего слоя кожи. Она самая мягкая, и в то же время она очень сильно впитывает влагу, и она не очень прочная. Почему людям нравится замша? Потому что, когда за ней следят, она радует вас своей мягкой поверхностью, своим красивым видом. И это роскошный материал, она по-прежнему довольно прочная, и выдерживает повреждения, и, конечно, ее легко окрашивать. И ее часто комбинируют с плотной или легкой кожей для того, чтобы создавать всевозможные визуальные эффекты. Следующее правило, чтобы купить хорошую куртку – обращайте внимание на качество кожаной куртки. Изучайте выкройку. Посмотрите, как выполнены швы, как куски кожи скреплены друг с другом, стили и гарнитура. То есть замки, пуговицы, кнопки. Все то, что не кожа. Если посмотреть изнутри, то я смотрю, ровный ли это шов. Потом я считаю, сколько швов на дюйм. Я ищу куртку, у которой примерно 8 швов на дюйм. Когда швов много, это означает, что они прошивали куртку на медленной скорости, потому что машинка ходит на определенной скорости. Для меня это означает, что качество лучше и это прослужит дольше. Далее я смотрю на замок. Минимально это должен быть YKK замок. Чем мягче и тяжелее замок, иногда и крупнее, это признаки качества. Потому что это означает, что изготовитель потратил немного больше денег на все эти базовые детали, которые входят в куртку. Попробуйте застегнуть все эти пуговицы. Как это? Трудно или все очень плавно происходит? Вот такие вот мелкие детали означают, как они относятся к тому, что делают. Следующее правило. Если вы хотите хорошую кожаную куртку, у вас должен быть бюджет для кожаной куртки. И это может быть дорого. Откладывайте деньги уже сейчас. Потому что, когда вы найдете эту куртку, вы в нее влюбитесь. Вы ее наденете и поймете, что жить без нее не можете. Она принесет вам комплименты и поднимет уверенность. И вам точно не захочется ее упустить только потому, что она выходит за рамки вашего бюджета. Но это такая вещь, с которой вы один раз поплачете и за ее стоимости. Но зато потом, каждый раз, когда вы будете ее надевать в последующие 10, 20, 30 лет, вы будете чувствовать себя просто великолепно. Для меня это то, ради чего стоит откладывать деньги. Идеально подходящая по размеру классическая кожаная куртка является ключевым элементом основного гардероба мужчины. Вы сможете носить ее сотни раз. Она принесет вам уйму интересных историй. Так что составляйте бюджет, и в тот момент, когда вы найдете себе такую куртку, вы сможете ее купить. Какое видео смотреть дальше? Как насчет того, что хорошо сочетается с кожаной курткой? Поговорим мы о ботинках. Это забавное видео, и я привожу в нем научные доказательства. Мы поговорим о том, как ботинки делают мужчин привлекательнее, и они отлично сочетаются с кожаной курткой. Так что переходите по ссылке в описании.